На форум приехали представители всех 11 войсковых обществ. Участников приветствовали полномочный представитель президента, руководитель Федерального агентства по делам национальности и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что это знаковое событие в современной российской истории. Казачество прошло этап возрождения, становления, а теперь время развития. Нас всех объединяет одно. Нас всех. Безграничная любовь к своей земле, к своей малой и большой родине России. И самое главное, мы все хотим, чтобы после нас наши дети и последующие поколения тоже жили на этой земле и говорили на понятном нам языке. Мы сегодня поем наши песни, казачьи песни, потому что за чуждой культурой придет чужая и чуждая идеология. Поэтому здесь мы не можем быть толерантными к тем процессам, которые никогда не были свойственны нашим традициям, нашему обществу. Потому что мы тоже должны сегодня суметь в непростых условиях себя защитить. Сегодня кубанские казаки – пример для многих, отметили на пленарном заседании. Они охраняют учебные заведения, следят за общественным порядком, патрулируют улицы. Атаманы районных казачьих обществ участвуют в жизни своих городов и станиц. Но этого недостаточно, считает губернатор Вениамин Кондратьев. Сегодня четко есть моя команда, что атаманы районного казачьего общества по должности являются заместителем главы администрации района. Вот здесь я условия создал, пока 15 атаманов стали замами главы. 15 человек – это мало. У нас 44 муниципальных образования. А где еще половина? Зашли бы внутрь зам главы администрации района. Вы присутствуете на планерках, вы понимаете, что происходит. Но не хотите принимать в этом участие. Нужно активнее быть, агрессивнее быть. Затронули в обсуждении проект федерального закона о развитии российского казачества. В ближайшее время он должен поступить в Государственную думу на рассмотрение. По словам вице-губернатора края Николая Далоды, такой закон необходим для успешного развития казачества. Мы вышли на такой уровень, что стала уже необходимость объединить все реестровые казачьи войска в одно Всероссийское Реестровое Казачье Войско. Мы служили государству российскому и будем всегда ему служить. Сегодняшний форум – это первый шаг к тому, чтобы в ближайшее время собрать Всероссийский казачий круг, который бы определил дальнейшее развитие казачества и рассмотрел вопрос о создании единого реестрового казачьего войска. Сейчас в каждой школе края есть казачьи классы, открыты семь специальных кадетских корпусов. Под эгидой кубанского войска работают 26 общеобразовательных учреждений. Кроме того, в этом году в крае решили организовать Союз казачьей молодежи.